Армия РФ продвинулась возле песков, но на других направлениях ВСУ отбили штурмы, генштаб. Украинские войска держат оборону на всей линии фронта и за сегодня отбили несколько атак. Однако российские оккупанты имели частичный успех возле песков Донецкой области. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сводку генштаба ВСУ, северское, волынское и полесское направления. Ситуация на севере остается стабильной. ВРАГ проводит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также Россия закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях с 22 по 25 августа. Армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Муравьи и Железный мост Черниговской области, Будки и Искресковщина Сумской области. Харьковское направление. Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Прудянка, Новая, Русские Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки. Славянское направление. Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Краснополья, Красного и Долины. Враг пополняет боеприпасы. Украинские воины отбили штурм в направлении Петрополья, Дмитровка, Пасека, Богородичная. Противник успеха не имел, отошел. Также оккупанты безрезультатно вели наступление в направлениях Брашковка, Новая Дмитровка, Долгенькая, Долина, Сулиговка, Дебровная и Петрополье, Корноуховка. Краматорское направление. Российские войска из танков и артиллерии обстреливали территории неподалеку Николаевки, Северска, Спорного и Ивана-Дарьевки. Бахмутское направление. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кадемы, а из авиации возле Зайцева. Бахмута и Солидара. Враг вел наступательные бои в направлениях Покровская, Бахмутская, Семигорье, Зайцево, Новоселовка, Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил. Авдеевское направление. Противник обстреливал районы возле населенных пунктов Авдеевка, Маренко и Пески. Нанес авиаудары неподалеку Мариинке, Водянова и Красногоровке. Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак, Опытное, отошел. На направлении Лазовский, Пески подразделения противника Имеют частичный успех. Новопавловское и Запорожское направления. Окупанты массировано обстреливали из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Павловки, Великой Новоселки, Причастовки и Углидара. Задействовали авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Луганское. Победа. Обстрелы также зафиксированы вблизи Гуляйполя, Орехово, Бурлатского и Новополья. Ударом авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка. Южнобубское направление. Армия РФ обстреливает всю линию фронта из тяжелого вооружения. Из авиации обстреляли районы возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лазового. Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлении Александровка, Таврическое успеха не имел, отошел. На направлении Васильки, Благодатное имеет частичный успех. Черное и Азовское море. Россия сосредоточивает в акваториях пять носителей крылатых ракет морского базирования. В Генштабе призывают украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 45 тысяч своих военных. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей.